Требуется ремонт полов, которые пришли в негодность. За старый деревянный пол директор Сюмсинской школы не раз попадала от пожарных и проверяющих из Роспотребнадзора. Доски нужно заменить на негорючий линолеум. Есть еще одна большая школьная проблема. Они здесь говорят смущаясь. Срочной реанимации требуют старые санузлы. Сантехника, трубы канализационные, все уже пошли строя. А еще нужны новые окна. Прошлой осенью здесь половину дырявых рам заменили на пластик. Помогла республика. И вот снова нужна помощь. Главе региона показывают самые больные места. Объект, объясняет директор, почти стратегический. Учатся здесь без малого 800 учеников. А еще школа в следующем году будет принимать спортсменов со всей республики. Сюмси проводит летние сельские игры. И для них нужен еще и стадион. Школьный не подходит по размерам. Глава республики дает поручение министрам разработать проект. И чтобы в нем был не только стадион, но и спортивный зал. Сегодня в райцентре спортом занимаются в тесной полувековой деревяшке. Если мы сможем сделать отдельно крытое помещение, физкультурно-оздоровительный комплекс, да как хотите называть, то надо заниматься начиная сейчас. Не стоило бы откладывать ремонты в здании районного дома культуры. Здесь протекает кровля, заливает библиотеку, зрительный зал. Последствия потопов сотрудники стадливо прикрывают шторами. На третьем этаже находится центральная районная библиотека, которую посещают все категории граждан, начиная от детей, заканчивая пенсионерами. Проходит очень большое количество кружков для населения, где занимаются также все категории граждан. И посещаемость этого учреждения очень большая. Единственная дорога в это популярное среди изюмсинцев заведение лежит здесь. Лестничный подъем крутой, с детскими колясками не проедешь. Необходима реконструкция. Проект уже готов, показывает документ главе. Воплощать его строители будут в брусчатке и с пандусами. Мы в прошлом году начали уже двигаться. А какое инженерное предложение должно быть для того, чтобы все-таки здесь могли в школу приходить, и в дом культуры. Решение такое принято. Сегодня этот проект составляет около 20 миллионов рублей. Но так или иначе, есть деньги сегодня или нет денег, мы все равно его делать будем. Частично преобразиться поселок должен уже в этом году. Сюмсинский район нынче примет один из главных удмуртийских праздников. На Гербер сюда приедут гости со всей Удмуртии. Марина Балин, Анастасия Редько, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».